Девочки, мальчики, всем привет! Сегодня у нас новый день. Я уже успела сходить в магазин, купила фрукты, купила сыр и купила такую штуку брауни шоколадный. Хочу приготовить своим девочкам. Впервые увидела такую заготовку. Я не знаю, насколько это... Какой-то полуфабрикат. И тут всего лишь нужно добавить 2 яйца и 180 грамм сливочного масла вот в эту субстанцию и, собственно, запечь это. Я, кстати, обожаю шоколадный брауни. У меня вот шоколад шоколадом поливаемый, это самый вкусный нефть. Поэтому почему-то я обратила на него внимание и решила попробовать сделать его дома. У меня есть буквально полтора часа свободного времени. Потом я иду, записалась в центр вертибрологии. Продолжаем эпопею со спиной. Так что, да, иду к врачу. Но вот пока есть у меня полтора часа свободного времени, я решила приготовить брауни. Давайте сейчас вместе попробуем, посмотрим, что вообще из этого получится. Я покупала в Билле. Не знаю, не знаю, не знаю, что из этого выйдет. В общем, будем пробовать. Покажу вам поближе. В общем, тут с цедрой апельсина. И вот, что нам надо для приготовления. Добавить 2 яйца, 180 грамм сливочного масла, 170 грамм, ой, выпекать при 170 градусах. Вот, это все перемешать, форму залить и 20-25 минут. По идее, должно быть вкусно. Ну, давайте попробуем. А кто тут у нас пришел на проверку? Кто у нас тут? Кто это? Микуси. Спрашивали девочки, что за порода. Это шотландская веслоухая. У нас характер такой очень покладистый, но она не ручная. Она ручная только у Кати. Катина. Да, Катина доченька. Поэтому... Да, Микусечка? Есть только одна, мама. Ну все, давай готовить. Давай. Смотрите, я порезала сливочное масло кусочками и просто пальчиками так вот его разогрела, помяла. Оно должно быть комнатной температуры. И добавлю сюда сейчас 2 яйца. Так, 2 яйца. Вот такая вот история. И буду перемешивать такой вот мешалочкой. И нужно добавить вот эту субстанцию, собственно, сам наш брауни. Ну давайте откроем, потому что я без понятия, как оно там выглядит. Ой! Так. Ну и выглядит как какао, смотрите. Высыпаем. Ух ты. И все надо перемешать. Все. Смотрите, вот такая вот у нас комбинация получилась. Ну и теперь это как-то надо аккуратненько смешать. Смотрите, здесь нарисован венчик, но им нереально это все перемешивать. Поэтому я взяла нормальную лопатку и думаю, что сейчас процесс пойдет гораздо быстрее. Короче, перемешивала я все это руками. Удобнее всего, никаких венчиков, очень тяжелое тесто, невозможно венчиком перемешивать. А теплые руки супер отлично растворяют масло и видите, получилось то, что нужно. Что-то такое получилось. Я не уверена, что я смогу потом отодрать этот брауни от бумажки. Вот, но написано, что нужно постелить в форму пергамент. Ну, посмотрим. Ставлю в духовку. Вообще, достаточно сложно распределяется, потому что очень тягучая консистенция у этого брауни. Ой, не знаю, получится ли. Ну, посмотрим. Мне кажется, у нас все получилось. Смотрите, я переживала, что он не будет отделяться от бумаги, но все хорошо. Тверденький. 25 минут, по-моему, мы его там держали. В общем, все получилось. Ммм, вкусный. Очень мягенький. В общем, я отрезала попробовать кусочек. Очень ароматный и вкусный получился брауни. Не знаю, сюда хорошо еще ложечку мороженого. Будет вообще идеально. Ну, у меня просто чай и буду пробовать. Маленький-маленький кусочек. Была у врача. И в очередной раз убеждаюсь, что лучше и правильнее беречь свое здоровье с молодости. Вот пока у вас все хорошо, занимайтесь своим здоровьем. В том плане, что занимайтесь физическими нагрузками. Берегите свою спину, свои мышцы. В общем, любите себя. Потому что потом лечиться гораздо дороже. Дороже морально и финансово. Вот я тут со снимочками своими была у доктора. И да, проблема это такая, знаете, не проблема ни одного дня. То есть это накопительный эффект. И нужно теперь пройти такой нормальный курс лечения. И таблетками, и потом массажи, реабилитация будет достаточно длительная. Ой, рука болит. Короче, будем лечиться. И все будет хорошо. На самом деле, девчонки мне писали там, что я без настроения. Нет, нет, все хорошо, девочки. Просто, ну, когда себя неважно чувствуешь, понятно, что иногда кажется, что человек такой прям сильный без настроения. Я вообще на позитиве, все будет отлично. Доброе утро. Буду варить себе кашу. Я смотрю, есть ли у меня овсянка. Не факт, что она у меня есть. Давно я ее не видела. Катя, у нас есть овсянка? Я не знаю. Я еще вчера в магазине была и думала взять овсянку. Сейчас посмотрим. Может, примерно чуть-чуть осталось данный рубочек мне. Хватит я покупаю вот такую немецкую овсянку. Вот. Есть фрукты, так что сейчас, наверное, орехи, финики положу. Будет у меня такой healthy breakfast. Давно не ела овсянку. Обычно что-то другое делаю себе. Я сегодня хотела сварить. У меня есть рис. Я хотела сделать рисовую кашу с тыквой. Тыкву купила специально Алюшенька. Что ты хочешь на завтрак с тыквой? Но тыква у меня прокисла. Пока она там несколько дней лежала, ждала своего часа звездного. Но так и не дождалась. Так что будем выкручиваться из того, что есть. Но хочу поесть кашу. Сегодня у меня прям есть какая-то потребность в этом. Может быть, немножко банана порежу. А тут, кстати, остатки брауни, которые вчера делали. Девчонки с удовольствием умяли его. И что, с мороженым ели. Очень вкусно получилось. С мороженым. Вот так. И все это все. И все это. И все это все. Так. я на днях делала омлет в духовке первый раз пробовала и положила туда брокколи и цветную капусту и вот очень кати понравилось она уже доедает последний кусочек реально получается такой пышный классный омлет просто смешиваем яйца молоко и все ничего туда больше добавлять не надо так кашка готова добавлю сейчас ложечку меда манука это самый полезный мед насколько я знаю очень крутой есть на херб такой вот он очень душистый буквально ложечку потому что у меня каша без сахара без соли так вот для сладости и вкуса и добавляю сюда несколько фиников прям так их разламываю можно все что у вас есть орехи финики изюм есть у меня еще и добавлю половинку банана вот что у меня получилось очень-очень вкусно так что приятного мне аппетита ну и если вы тоже в это время кушать и вам приятного покупалась хочу сделать себе маску потому что посыпала немножко меня и на вот эти проблемные зоны я буду наносить или рожку за это у нас очищающая себя регулирующая маска для жирной проблемной кожи вот так что я сейчас нанесу сделаю себе мультимаскинг увлажнение на лоб сюда надо немножко помочь кожи прийти в норму так красота и на лоб немножко на щечки осталось то закрываю закрываю вот эту вот дальнюю этажерку потому что реально камера начинает фокусироваться на ней наверно повернусь вот сюда вот тогда будет будет фокус на мне потому что мне бесит все время переводится туда очень люблю вот эту маску от clorans это бальзам он просто моментально приводит кожу в порядок 10-15 минут и вы конфетка так что может есть сегодня буду конфеткой никуся ты что со мной тут сидишь моя рыбка как просится как только я закрываю двери сразу нужно выйти это просто классика жанра я никогда не могу нормально закрыть дверь свою комнату потому что сразу они ломятся то им поесть стоим еще что-то то попить ну все как у детей это же маленькие дети только пожизненно так сюда нанесла потому что кожа тут сухая сейчас будет все мне надо 15 минут чтобы он все поработало кстати когда начинает высыхать маска любая подсыхать я сбрасно сбрызгиваю либо тоником либо термальной водичкой в общем чтобы не засыхали средства на коже потому что это не очень полезно в общем надо все время увлажнять кожу так все это я сделала еще сейчас нанесу македу каждый день использую хочу чтобы не перестали расти волосы надоело делать депиляцию вот так что такие дела ну что покажу вам красавицу вот так мы понимаете вот так вот мы караулим когда же нам откроет дверь микусь там илюша тебя ждет ну-ка давайте проверим что он или не ждет нет не ждет нету илюши есть вот так давно не виделись давно не виделись ой вы мои красавчики у меня огромная бутылка урьяш и я себе увлажняю супер я не преследую тебя я прихожу маргарита у нас тут делает блинчики уже не первый раз даритульчик все спрашивают как у тебя дела где ты вот скажи что в чулане не прячу знак батареи не привязываю не издеваюсь я спокойно себе живу делаю блинчики учись в школе все нормально да вот ребенок нас готовит учимся быть самостоятельными до помощница моя такой вечер маргарита слушаешь музыку что ты там слушаешь я слушаю корейскую группу любит корейский дитя с любимая группа но хорошо дочек работа я купила себе power bank и новый провод кстати с выходом нового айфона у меня моментально стала садиться батарея просто вот катастрофически сразу до этого еще было как то все хорошо теперь приходится пользоваться зарядкой носить с собой я человек который не привязан к новинкам мне очень нравится мой 8 плюс и не вижу сейчас надобности его менять единственное что батарея до сразу в полдня проходит и уже один процент вот в этом проблема в остальном мне как бы все окей и не могу сказать что мне прямо сейчас кровь из носа нужен 11 iphone с тремя камерами это конечно все прекрасно но я повторяюсь не могу сказать что я прям так с ума схожу по новинкам у меня предыдущий iphone был 5 я с ним лет 8 ходила пока он совсем не сдох не потому что у меня там нет средств купить просто считаю ненужным каждый год менять iphone вот так что мне мой очень нравится но реально есть проблема с батареей вот так что такие дела я тут несколько дней уже думаю о том чтобы этот в этой комнате по переставлять мы с вами обсудили все моменты и да может быть дело в картинах конечно но мне хочется вообще чего-то переделать переставить и я себе подумала что можно как-то покрутить мебель кровать конечно никуда не переставишь она вот как тут стоит у нее тут свое место да тут есть ниша и другого варианта нет но вот с этим уголком моим beauty можно поиграться потому что получается beauty столик стоит против света против окна да и я думала что взять этот столик взять вот эту тумбу и поставить либо вот в эту сторону либо вообще вот сюда а это тумба учитывая что нас элементами дерева будет неплохо мне кажется сочетаться с вот этой вот это жеркой да там тоже есть деревянные элементы поэтому можно как-то поиграться мне кстати тут шарики красивые это сегодня привезли ardeco они праздную 20 лет в украине вот так что и мне привезли все бестселлеры этого бренда можно сделать полноценный макияж всем что тут лежит вот тут прям целый набор я уже все достала посмотрела такая вот красота и девчонки тоже писали мне в комментариях по поводу моей спины там рекомендовали мне провериться у гинеколога девчонки это совершенно не связанные в данном случае проблемы я была у доктора мне уже прописали лечение есть воспалительный процесс и там целая схема реабилитации поэтому буду работать со спиной своей это такое достаточно накопительный эффект и там были некоторые моменты которые немножко усугубили мое состояние но ничего справимся все будет хорошо так кто-то ломится как только я закрываю дверь сразу моим товарищам нужно либо зайти либо выйти из комнаты я вообще не могу уединиться сама в своей комнате из-за того что мы ломимся туда-обратно туда-обратно да илюшенька да ты мой сладкий соскучился по маме у меня тут лампа уж темновато в комнате лампы тоже по перегорали надо что-то менять ты мой сладкий хороший хороший мальчик да ты хороший мальчик все буду монтировать сейчас для вас этот влог завтра презентации завтра мы с лизой утром встречаемся идем в river mall снимать для вас шоппинг влог будем интересные образы создавать и в общем мерить на себя вещи а потом сразу презентация так что тоже поснимаю сегодня мы с ней тоже встречались ненадолго но я забыла камеру поэтому простите не взяла вас с собой делала фото сейчас у пандоры вышли новинки посмотрите какая красота такой вот у меня наборчик очень красивой совушки вот я делала фотографию просила лизу чтобы она мне помогла я реально забыла камеру хотела поснимать мы с лёвочкой погуляли вот я немножко повозила коляску все моя спина резко начала говорить о том что пора домой буду заканчивать это видео увидимся с вами скоро завтра до встречи всем пока пока